В храме преподобного Сергия Радонежского настоящий праздник. День памяти преподобного, покровителя всех учащихся, собрал множество прихожан. Мы стараемся каждый год прийти сюда в храм. Несмотря на то, что храм строится, в нем уже присутствует Дух Божий, Божья благодать, потому что после службы ощущаешь себя очень окрыленным. Сегодня престольное свято этого храма, который строится, церковно-прихожанской школы, для детей, чтобы детям было где учиться. Тут также будут створены много позитивных умов, действительно для детей, для выхождения их в духовном смысле, в духовном значении. Храм преподобного Сергия Радонежского – часть единого комплекса общеобразовательной церковно-приходской школы. Ниже находится еще один храм – Иоанна Богослова. В этот знаковый день посетил торжественную службу и сам инициатор строительства школы, народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он преподнес в подарок храму икону Касперовской Богоматери, украшенную вышивкой и библию о библиотеке Одесской юрокадемии. К строительству общеобразовательной церковно-приходской школы особый тщательный подход, ведь главная задача – создать школу будущего с современной, продуманной до мелочей инфраструктурой, где дети будут получать не только образование и развиваться интеллектуально, но еще и физически, творчески и, самое главное, духовно. Духовность и образование на протяжении веков неразрывны, они шли рядом, и мы вот эту духовность восстанавливаем. С помощью Бога мы, видите, мы делаем, мы делаем, я думаю, что в ближайшее время мы завершим. Завершим комплексно, эта школа будет называться «Общеобразовательная церковно-приходская школа будущего». Вот что мы хотим сделать, и обязательно мы это сделаем. Уже в этом месяце при Общеобразовательной церковно-приходской школе открывается воскресная школа для всех маленьких одесситов. Записаться может каждый желающий по номеру телефона 798 95 24. Будут разные очень преподаваться предметы. Это и церковная, библейская история, познание богослужения, рисование, лепнина, то есть познание вот этого мира через творчество, иностранные языки. Направление выбрано очень правильно. Строя школу, в центре этой школы помещают храм как центр духовности и воспитания наших детей, нашего общества, нравственности, духовности. Гости праздника уже не первый год воспитанницы интерната по адресу Макаренко 20 для девочек, отстающих в развитии. В этот день все дети получили подарки, развивающие игры и сладости. Поздравить прихожан с праздником пришли творческие детские коллективы. Не исключено, что эти ребята станут первыми учениками Общеобразовательной церковно-приходской школы.